В этом коротком видео я хотел бы коротко рассказать о гелях, о липких. Какими я сейчас работаю, какие я больше предпочитаю, какие меньше. На самом деле на прайсах производителей вы можете увидеть их просто огромное количество, огромное множество. Сейчас вот в этом углу я покажу вам названия, которые чаще всего встречаются в прайсах производителей. Видите, какие это названия. Кажется, на первый взгляд, что все они практически одинаковые. И стоимость их тоже не сильно колеблется друг от друга. Хотя есть, конечно, очень сильно дешевые, есть и сильно дорогие. Не всегда бывает, я понимаю почему. Вы, конечно, понимаете, от производителя многое зависит, многое за фирму переплачиваете. Но бывает и не совсем так. И сейчас я вам покажу, какие я основными работаю. Продемонстрирую вам. Все, которые я вам сейчас показал на видео, у меня попробовать, честно говоря, не получилось. Я работал лишь некоторыми из них. Но я сейчас, на данный момент, даю предпочтение вот этому клею. Чистый дом. Хотя, конечно, это название вызывает у меня немножко такое негативное восприятие. Зная о том, как эта фирма выпускает разные инсектициды, дихлофосы и прочее. И что они никому не помогают из людей. Вы уж не обижайтесь, компания. Я это говорю честно. Потому что это честный канал. Ваши дихлофосы просто ужас. И бедные люди тратят сотни тысяч рублей. Хотя вам, конечно, это выгодно. Но никому это ничего не помогает. Но клей чистый дом мне, честно говоря, нравится. Потому что он... Сейчас я, кстати, покажу, почему. Это первый, который мне нравится. И второй, мне нравится Alt. Клей-капкан. Он тоже неплохой, недорогой. Но я его использую от грызунов. Он очень такой прочный, такой крепкий. Потому что клей Alt, он... Хотя здесь нарисована мышка с той стороны. Но, честно говоря, мыши покрупнее или крысы, они вырываются из него. Поэтому нужно клея некоторые пожёстче. Покрепчатки использовать. Поэтому клей-капкан неплох и некоторые другие. Клей Alt больше мне нравится от насекомых. Как он работает. Но его основной недостаток это металлическое вот это вот тюбик. Вы его протыкаете. Ну, как это всё обычно выглядит. Вот здесь всё. Протыкаете. И потом, соответственно, он у вас начинает отсюда вытекать. Особенно, когда вы его складываете, если немножко он уже заканчивается. Всё, у вас потом вся сумка всё в клее. Клей чистый дом. В чём его плюс. Чем он мне очень понравился. Он очень такой тонким слоем наносится. И сам тюбик, он пластиковый получается. Ну, как зубные пасты, не металлические. Такая у него крышечка. Я вот его распакованную уже вам покажу. Сегодня, которым я поработал. Видите, такая тоненькая он тянется. И достаточно экономично получается его наносить. И насекомые в него хорошо прилипают. Но сразу скажу, от грызунов, от крыс он 100% не подойдёт. Он не выдержит просто этого грызуна. А от мышек тоже я бы его, наверное, не очень рекомендовал. Клей-альт в этом отношении даже будет и то получше. Это такой более жиденький, что ли, более мягонький. Но от насекомых мне он очень нравится. Вот я его наношу вот на такие подложечки. У меня сотни просто. Вот и другие есть подложки. Но в целом этот метод механический отловли насекомых я тоже применяю в своей работе. Мир ДЭС. Ну и так сказать, в завершении этого видео я хотел бы сказать, что не стоит пренебрегать механическими средствами для дезинфекции. Потому что они не токсичны. Их можно применять хоть где. В детских садах, в детских учреждениях, в больницах и так далее. Без всякой опаски. А также в тех местах, где в квартирах, к примеру, или в своих домах насекомые очень часто эмигрируют от соседей. То это тоже достаточно хорошо помогает. Если через какое-то время, даже через полгода или год прибегут тараканы в эту квартиру. Ну а на этом все. Впереди еще много интересных видео. Я хотел бы также рассказать о том, как хранить препараты. О том, как их транспортировать лучше. И многое-многое другое. Задавайте свои вопросы, и я на все вопросы буду отвечать. Субтитры подогнал «Симон»